12 главных каналов утечки энергии. Откуда берется энергия жизни, все кто делал энергетические упражнения знают, но куда она потом девается? Даже у практикующих она быстро и незаметно сливается. Бывает так, что вчера был сложный день. Но ты был заряжен на новые свершения и новые встречи, а сегодня утром встал и энергии как не бывало, вяло плетешься в душ, ничего не хочется, и так продолжается весь день. После обеда я вообще молчу, как накатывает сонливость. Неужели на тебя так повлияло расположение Луны, давление или гравитация? Есть ведь оправдание во внешних обстоятельствах. И тут как назло встречаешь бодрых людей твоего же возраста и понимаешь, что просто где-то растерял ресурс. Так куда он делся? Пока вы не чувствуете энергию, она вытекает из вас неосознанно. Возможно, вы уже даже практикуете медитацию, йогу, цигун, отдых на диване или другие практики, где можно накачаться энергией и восстановить силы. Но все равно, вы часто опустошаетесь. Тогда прежде чем снова заняться накоплением энергии, ищите каналы слива из предложенных ниже. Если ваш сосуд дырявый, то утечка будет прямо пропорционально любым вливанием. Влили пол-литра, эти же пол-литра просочились и вытекли. Если влили 100 литров, эти же 100 литров и вытекут. Собственно, единственное отличие объема в том, что телу приятнее, когда через него проходят большие потоки энергии. Например, любой оргазм, это и есть большое энергетическое изливание, которое происходит в краткий момент и от того так приятно. Но потом чаще всего наступает состояние опустошенности в теле и даже в голове повисает вопрос, а зачем сейчас все это было. Из наблюдений за практикующими самое забавное в том, что как только мы получили энергию, накачались, то сразу же стремимся ее слить, в разговор, в эмоциональный срыв, плотно покушать и тому подобное человек не привык осваивать большие объемы энергии. Потому что у энергии есть свойство затухать, превращаться в блоки, если не реализовать ее в действии и наработку навыков. Мы сливаем автоматически, неосознанно защищаясь от большей ответственности. Представляете? Мы сливаем энергию, чтобы не добиться успеха. Парадокс какой-то. Но так мы защищаемся, чтобы не выходить из зоны комфорта. Только потом сами знаете, каким местом в жизни к нам поворачивается этот комфорт. Депрессия, нереализованность, обстоятельства и люди, раздающие волшебные пендели. И прежде чем вы всерьез займетесь любыми энергетическими практиками или медитацией всерьез, хочу рассказать вам о том, как вы уже теряете приобретенную энергию и будете терять, если не включить осознанность в действие и не отслеживать себя по списку ниже хотя бы 21 день подряд. 1. Кривая спина. Когда позвоночник не прямой, нарушаются энерготоки в центральном канале, энергия вытекает в местах сгиба позвоночника. То же самое в практиках, когда качаете энергию, держите свой насос прямым. 2. Переедание. Чтобы получить небольшую порцию энергию жизни из еды, нужно потратить силы на ее переваривание. Соответственно, чем тяжелее пища и чем больше объем съесть, тем больше нужно потратить своей энергии жизни. Для энергетики необходим баланс качества, количества и легкости еды. 3. Курение. Когда курите в эфирном теле образуются дыры, через которые вытекает энергия. Так вот все просто. 4. Осуждение. Возможно, вы уже замечали, что осуждение другого человека заставляет вас попасть в похожую ситуацию, чтобы осознать урок того человека. Например, если друг к вам опоздал на 15 минут, и вы осудили его, то в следующий раз приходится и вам попасть в ситуацию, в которой опаздываете вы сами. Осуждая, вы разделяете урок и карму другого человека, зачем вам такая потеря времени и энергии. Между осуждением и здравой оценкой есть тонкая, но ощутимая грань. Оценка дает полное объективное понимание картины происходящего. Осуждение сваливается со своей колокольни. 5. Самобичевание. Это такое же осуждение, только себя, сплошная трата времени и энергии. Благородной самокритикой тоже нельзя увлекаться, затягивает. Ошибаться можно и нужно, да побольше, главное, чтобы не наступать по два раза на одни и те же грабли. 6. Негативная энергетика дома. Дом – это крепость не только для тела, но еще для духа и для души. Он должен наполнять вас сразу, как вы там оказались. Это место для восстановления сил, глубокого взаимодействия с близкими и самых интимных способов самовыражения. И если вы чувствуете, что дом вас не наполняет, а домашние дела отнимают кучу времени, что вам не хочется туда возвращаться из-за суеты и проблем, если ссоры и скандалы стали нормой, если чувствуете одиночество, если есть залежи хлама. Вам снятся кошмары или мучают бессонница, значит там скопилось много негативной энергетики. Ее нужно вычищать вместе с хламом. Одним порядком тут не отделаешься, дома же ведь еще люди живут со своими эмоциями, претензиями и тому подобное. Периодически нужно очищать дом от негативной энергии. 6. Внутренние конфликты. И снова утро. Одна ваша часть хочет плотный завтрак, а другая хочет хорошо позаниматься спортом, так как знает, что утром лучше всего сжигаются жиры. А еще на работу надо успеть может, лучше поваляться еще пять минут и просто пойти на работу. А может, а если, а что делать сейчас и другие внутренние конфликты расщепляют деятеля, в итоге просто ничего не успеваете. Конфликтов огромное количество может быть, люблю или не люблю, хочу или не хочу, и тому подобное. Часто даже банальное осознание внутренних противоречий идет на пользу, конфликт прекращается. Здесь медитация и практики осознанности вам в помощь. 7. Расстройство, депрессия, агрессия и другие негативные эмоциональные состояния. Человек расстроился вполне можно перевести как человек расстроился. Значит, разделился на три части, разломался, из него и вытекло. Депрессия вообще убивает клетки мозга, провоцирует стирание навыков и вообще признана медициной как серьезное заболевание, требующее медикаментозное лечение. Не будем перечислять все разновидности печалек, грустяшек и приуныл. Вы и так все поняли с первого слова. Агрессия, казалось бы, что это мощное и ресурсное состояние. Но на самом деле эта эмоция сродни страху, она говорит о том, что вы тратите последние силы на то, чтобы выйти из ситуации, из взаимодействия. Осталось просто включить осознанность и выйти из конфликта, с минимальными потерями. Любое участие в споре, конфликте или войне, это уже проигрыш. Критикуемый человек никогда не перейдет на вашу сторону, только станет сильнее оправдываться и сражаться за оставшиеся крохи своей правды. 9. Вампирско-донорские связи с людьми. Донор, это такая овца, которая постоянно опустошается. Вампиры могут быть и неосознанными вампирами, просто по привычке дней своих суровых подначивают других людей, раскалывают и расстраивают, чтобы подпитаться их энергией. Но подпитка через конфликт ведет к тому, что вампир, во-первых, получает некачественное питание отрицательными эмоциями и негативом с малой порцией энергии жизни и ему еще нужно потратить свои силы на переваривание и усвоение таких энергий. Оба в проигрыше. Внимательно выбирайте свое окружение или делайте все, чтобы не быть вынужденными находиться в вампирско-донорских отношениях. Такие связи вы чаще всего обнаружите на два или три энергоцентрах. Закройте глаза и продиагностируйте 5-10 подозреваемых лиц, прочувствуйте в медитации от кого и кому течет энергия. 10. Эгрегоры, которые не дают вам пользы, реализации или навыков. Они только выкачивают из вас внимание, деньги как вид материализованной энергии и навязывают свой образ. Например, если вы давно работаете на компанию и уже не развиваетесь там или если у вас уже есть работающий мобильный телефон, но вы непременно готовы стоять в очередь за новым айфоном просто из чувства моды и желания слить свою энергию яблочному эгрегору. 11. Зависание в прошлом, заевшая пластинка. Любой человек, это набор программ, которые он принимает через свои мысли. Своих мыслей у нас нет, мы только принимаем их извне, а качество и масштаб мысли зависит от того, как вибрирует и резонирует наш внутренний мир, состояние. Если человек постоянно думает о том, что сделал не так, то это значит, что такая ситуация стала для него блоком. Он не переварил пришедшую информацию в навык и опыт, не вынес урок. 12. Большие навязчивые мечты. Часто мы делаем установку на будущее. Вот закончу образование, вот найду партнера, вот похудею, тогда все будет хорошо, тогда я буду счастлив. К чему эти условия, если вы таким образом теряете ресурс прямо сейчас? Чем масштабнее мечты и выше амбиции, тем дальше можно продвинуться. Часто большие мечты ложатся грузом, прихлопывают сверху большой плитой бездействия из-за того, что мы наваливаем туда слишком много ожиданий и страхов, одновременно и мало действий как из-за страха неудачи, так и из-за страха успеха и перемен. Вы правильно чувствуете, все проконтролировать невозможно и будет несколько иначе, чем задумали. Но жизнь знает больше путей решения и применения вашим талантам. Опять же, если вы не действуете, ваши мечты не приводят вас к новым навыкам и качествам, то вы в них просто сливаете энергию и внимание. Не делайте пустых обещаний, пусть между словом и действием не будет промежутков больше трех секунд. Обдумывание и пустословие готовы затереть любые мечты.